Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет, друзья! Это старая новая программа о бесплатном ремонте всего за 48 часов. Меня зовут Вячеслав Смола. А меня Виктория Ковальчик. Героиня нашей программы учится в университете. Но ее комната не дает нужного вдохновения для науки. Ой, как я ее понимаю, Виктория? Славик, а я думала, тебя отчислили. История этого ремонта произойдет в микрорайоне «Зеленый лук». Героиня программы «Надежда» учится декоративно-прикладному искусству и преподает рисование детям. Но комната художницы не оформлена до конца. Обоев здесь нет уже три года. В один прекрасный день я решила просто их снять. Родители были в шоке, но они уже привыкли, так как у меня мебель передвигается со скоростью света по комнате. Но как-то вот не нашла я нужного решения. Сначала хозяйка хотела поклеить здесь розовые обои, но что-то пошло не так. Сейчас «Надежда» больше предпочитает светлые цвета и хочет комнату в скандинавском стиле. Я не могла бы свыкнуться, что у меня есть балкон, и получается уже нельзя что-то поставить близко, так как должен быть доступ к нему. То есть если было бы окно, было бы проще. Сразу было бы больше места. Вот. Еще была проблема, что стоит вот шкаф, его уже тоже никуда не передвинешь, и от него надо было даже как-то отталкиваться. Ну, а так. Уже что есть, то есть. Как есть нас не устраивает. Делать старое новым предстоит Вячеславу Смоле, дизайнеру проекта. А Виктория Константиновна, которая считает, что любой ремонт можно сделать минимальными усилиями, будет ему помогать. Так. Очень интересно, да? Слав, ну мне кажется, реально преобразить эту комнату за 48 часов. Я надеюсь, наше преображение будет таким же коротким, как эти шторы. Славик. Эти шторы мне напоминают ситуацию, когда мама купила вам школьную форму в июне, а вы надели ее в сентябре. Стол отличный, его надо оставить. Так, ну, в принципе, он мне нравится, но его расположение, вот оно, мне не нравится. Как, в принципе, и расположение всей мебели в этой комнате. И мебель тоже мне не нравится. Славик, нормальная мебель, так живут все студенты. Ну да, видно, кровать точно из общежития. Обстановка в студенческой комнате говорит обо всех этапах жизни человека. Диван ей купили в детстве, кровать купили в подростковом возрасте, а когда девочка выросла, ей разрешили не клеить обои. Славик, а я знаю, что тебе нравится. Что же? Обернись. Здравствуйте, Надя. Здравствуйте. Привет, Надя. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты творческая личность, и поэтому наверняка разбираешься в стилистиках. Да? Вот скажи, какой стиль интерьера тебе больше всего нравится? Мне больше всего нравится скандинавский стиль. Отлично. Так. Я заметил это, кстати, по столу. Да. В таком скандинавском стиле. Из этого следует, что цветовая гамма светлая будет. Да, я люблю светлые оттенки, что-то пастельное. Не очень люблю яркие акценты. А я вот хотела спросить, а почему обоев нет? Ну, уже три года как нет. Все как-то не решались. Не могла выбрать нужный оттенок, нужно цвет подобрать. Каждый раз были разные варианты. Вот решили довериться вам, профессионалам. А у меня вопрос, почему мебель так странно расположена? Мебель? Ну, мы очень часто используем диван, мы его раскладываем. И поэтому, ну, как-то старались поставить, чтобы он не занимал много места, даже если остается в разложенном виде. Хорошо. Надя, не беспокойтесь, мы сделаем вам бесплатный ремонт всего за 48 часов. Приступить к ремонту нам мешает только старый плинтус и электрика. Стены с отделкой и паркетную доску повредить нельзя, поэтому действуем осторожно. Снимаем также старые розетки и выключатели. Кое-где виднеются остатки обоев. Их удаляем с помощью влажной губки и канцелярского ножа. Пора определиться, как будет выглядеть комната, поэтому отправимся в мастерскую программы «Старое-новое». Славик, я предлагаю в этой комнате мебель оставить. Опять оставить? Стол хороший, он новый. Кровать тоже нормальная. Кровать нормальная, но, мне кажется, наша героиня уже выросла из нее, поэтому ее нужно поменять на большую какую-нибудь кровать. А стол стоит в неположенном месте, он должен стоять у окна. Хорошо, Славик, рассказывай, как все будет. Давайте покажу, как будет располагаться мебель. Комната у нас опять прямоугольной формы. Здесь у нас расположен вход в комнату. Здесь большое окно с выходом на балкон. И шкаф, шкаф-купе, который мы оставим. Кровать шириной полтора метра мы расположим вот в этой части комнаты. Стол мы расположим у окна. С креслом здесь было. И не забудем про тумбочку прикроватную. Славик, ну у нас взрослая девушка, и ей надо место для макияжа. Место для макияжа будет совмещено с рабочим местом. То есть стол будет достаточно большой. Да. Самое главное, что тот скандинавский стиль интерьера, который мы обещали нашей героине, мы сможем выдержать в этой комнате. Ну тогда нет смысла откладывать. Пора начинать. Приступим к ремонтным работам. Для начала нам необходимо перенести розетки и выключатели. Используя лазерный нивелир, наносим разметку для будущих кабельных трасс. Все штробы должны проходить строго по прямым линиям. За размерами штроб также необходимо следить. Если кабель-канал будет слишком большим, это может повредить конструкцию стены. Если слишком маленьким, провода попросту не поместятся. Кроме того, когда работы проходят в панельных и монолитных домах, нужно всячески избегать нарушения целостности арматур. Оставим ненадолго наш ремонт и отправимся в гости в жилой комплекс «Новая Боровая». Это первый в Беларуси жилой комплекс, каждый житель которого может считать своим домом не только квартиру, но и целый район. Здесь создано все для комфорта и безопасности жителей. Продуманные планировки, квартиры с эксплуатируемыми крышами и террасами, видеодомофоны, закрытые дворы без машин, детские площадки, круглосуточное видеонаблюдение и велопарковки. Мы выбрали район «Новая Боровая», потому что мы всегда жили по северной части Минска, и нам нравится здесь зеленый лук, уручья. И как только появились проекты с террасами в «Новой Боровой», мы сразу же приехали, посмотрели, нам все понравилось и купили квартиру. Теперь терраса – любимое место гостей. Изначально хозяева хотели большую кухню-столовую, поэтому не стали загромождать пространство лишними зонами хранения, а сделали выбор в пользу большого раздвижного стола. Отказались даже от подвесных шкафчиков, вместо них – деревянные полки. Мы выбрали белый цвет, потому что раньше уже была у нас темная кухня, и это был не лучший наш опыт, поэтому мы захотели белую. Пока нас все устраивает, это намного практичнее, чем темная. Проект кухни, как и всей квартиры, был разработан профессиональными дизайнерами, поэтому стилистика всего пространства выглядит единой. На объединение сработали повторяющиеся элементы – кирпичная кладка, деревянные детали, а также малоформатная плитка с орнаментом в прихожей и кухне. Но что-то все же осталось в единственном экземпляре. Мне нравится, что у нас желтая дверь. Мы долго сомневались, красить ли ее и делать ли вообще желтую. Может, это слишком вызывающе. Но потом решили все-таки сделать, и в итоге мы очень довольны. Все гости обращают на это внимание, всем нравится, и это очень необычно. В детской пока что не удалось воплотить все задуманное. Маленькие хозяева ждут появления рабочих столов и игровых зон. Зато места для игрушек вполне достаточно. Мы отделили кровать. Здесь еще будет балдахин. И у каждого ребенка есть свой свет, чтобы пока один был спит, например, второй мог читать, заниматься своими делами. Сейчас я вам покажу нашу ванную комнату. Она у нас небольшая по площади, но нам удалось вместить достаточно большую ванную, зону для умывания и осталось место для зоны сушки. Подбор плитки и весь дизайн – это выбор дизайнера был. Мы, в принципе, ни в чем не сомневались, все так и сделали, как они нам предложили. Ремонт в квартире у наших героев получился. А нам все еще только предстоит, поэтому вернемся в микрорайон «Зеленый лук». Нам нужно скрыть некоторые дефекты потолка, ведь дизайнер решил не устанавливать натяжное полотно. В первую очередь мы покрыли основание грунтовкой. Теперь можно приступать и к шпаклеванию. Смесь наносится широким шпателем на потолок как можно более тонким и однородным слоем. Потолок будет в белом цвете. Начинаем работу с углов и стыков. Их выкрасим тонкой кистью. Основную часть работ будем выполнять с помощью валика. Первый слой краски наносим в одном направлении, второй слой обязательно должен быть перпендикулярен первому, а последний строго по направлению света. Не будем мешать строителям. Чтобы узнать, как выбрать зеркало, мы отправимся в строительный магазин «Мастак». Здесь представлен широкий ассортимент всех видов инструмента, как для профессионалов, так и для тех, кто отважился на стройку или ремонт впервые. Основной сегмент материалов – ассортимент для базовой стройки. Все товары, представленные в сети магазинов «Мастак», можно заказать на 7745.by. Славик, в этой рубрике тебя будет как никогда много. А меня много не бывает, Виктория Константиновна. Как и хороших зеркал, кстати говоря. Все зеркала сейчас поддерживают общее дуговое направление. И верхняя часть зеркала похожа на арочный проем. Возвращение к округлым формам – общая тенденция в оформлении интерьеров, которая постепенно перенеслась и на зеркала. Прямоугольные предметы мебели и декора, по прогнозам дизайнеров, скоро отойдут на второй план. Клавик, у моей подружки точно такое же. Мне так нравятся орхидеи. Лучше не орхидеи, а тропики. В ванных комнатах сейчас тематика джунглей популярна. А в жилых комнатах часто применяют тематику эко-направления. Поэтому часто можно встретить тонкие подрамники из бамбука. Круглые зеркала, полностью погруженные в листву, а также полотна в тонких подрамниках из бамбука и ротанга выполняют сразу две задачи эко-стиля. В первую очередь, такие предметы выступают как основной декор. Во вторую добавляют необходимый для этого направления простор. А вот рамы из латуни, которые были на пике популярности в последние годы, постепенно сдают свои позиции. Славик, а мне еще нравится, когда делают целую стену из зеркал с фацетом. Этот тренд постепенно уходит. Он популярен для неоклассики, а не для интерьера в современном стиле. На смену этому тренду пришла стилистика конца 70-х годов, для которой в целом характерна мода на зеркала. Отличительная особенность – тонирование, благодаря чему пространство приобретает приятный кофейный светотип. Славик, у меня к тебе вопрос. Как расположить зеркало в маленькой комнате, чтобы расширить пространство? Необходимо подобрать зеркало высотой от пола до потолка и расположить его таким образом, чтобы создавалось ощущение, что за этим зеркалом есть еще одно помещение. Далеко не всякая игра с большим количеством зеркал приведет к расширению пространства. Массовость отражающих поверхностей может придать комнате неприятный серый оттенок. Лучший вариант – большое зеркало в пол, расположенное напротив окна. Так получится создать имитацию выхода на улицу. Расширить пространство в комнате наших героев я постараюсь еще и с помощью света. Славик, как хорошо, что нам не надо расширять возможности нашего бюджета, ведь у нас есть универсальная карта рассрочки черепаха от Банка ВТБ Беларусь. В отличие от привычной рассрочки, универсальная карта рассрочки черепаха от Банка ВТБ Беларусь дает возможность совершать покупки без переплат по процентам в сети магазинов-партнеров, рассчитываться в любой торговой точке мира, а также снимать наличные денежные средства в счет установленного лимита овердрафта. Совершайте покупки в рассрочку в магазинах-партнерах без переплат. Рассчитывайтесь в любой торговой точке мира. Снимайте наличные. Легкое и бесплатное оформление. Лимит до 5000 до 24 месяцев. Карта черепаха станет вашим мудрым решением. А мы вернемся к ремонту. Процесс шпаклевания стен практически ничем не отличается от шпаклевания потолка. Тонким слоем мы наносим шпаклевку, начиная от угла. Во время нанесения на стене могут оставаться небольшие рубцы. На это не стоит обращать внимание. Их легко зачистить после высыхания. Пришло время поклеить обои, которых три года ждала героиня нашей программы. Основание необходимо тщательно загрунтовать, чтобы улучшить адгезию и снизить расход клея. По одной и той же линии проходимся валиком около двух-трех раз, чтобы поверхность хорошо пропиталась химическим составом. Отмечаем на стене вертикальные линии для ориентира, после чего наносим клей на стену. Затем присоединяем отрезок к стене, подгонку производим с верхней части, обрабатываем швы. Во время работы на месте стыка полотен появляются излишки. Удалять их лучше специальным малярным шпателем. Убирая клей со швов руками, без перчаток можно загрязнить полотно. Осталось только поставить новую мебель и оформить интерьер. Но прежде мы заглянем в каворкинг-щепки, чтобы почерпнуть новых идей. Рамка для фотографий, сделанная своими руками, может стать отличным украшением для дома или прекрасным подарком для близких. Конечно, многие скажут, что зачем тратить свое время, если ее проще купить, и будут правы. Но случается так, что нужная цветовая гамма или необходимый размер нет возможности найти. А дома после ремонта завалялось пару деревянных брусков, которые можно дать вторую жизнь. Для изготовления рамки нам понадобится несколько деревянных брусков, измерительный инструмент, линейка, карандаш, столярный клей, ножовка и струбцины для фиксации нашей рамки. Наша рамка будет формата 10х15, сейчас мы разместим бруски. Для того, чтобы наша рамка была ровной, важно, чтобы все углы были запилены под 45 градусов. Далее в рамке необходимо сделать пазы. Для этого нам понадобится ножовка, измерительный инструмент, карандаш и немного терпения. Далее в рамке Наши заготовки готовы, приступим к сборке рамки. Для этого нам понадобится клей и малярная лента. Наши заготовки готовы, приступим к сборке рамки. Когда клей высох, чтобы придать законченный вид нашей рамке, мы ее зашлифуем. Как видите, сделать фоторамку совсем несложно. Для этого вам понадобится только желание и немного усыщивости. Комната для художницы готова. Старый шкаф-купе и стол хозяйки полностью соответствуют скандинавскому стилю. А вот в выборе нового текстиля дизайнер остановился на темно-зеленом оттенке. К нему был подобран золотой декор. Постельное белье в любимом цвете нашей героини. Все почти готово к приходу хозяйки. Наводим чистоту. Вертикальный пылесос Redmond UR360 с турбощеткой и подсветкой делает уборку комфортной даже в затемненных местах. UR360 работает от аккумулятора, поэтому его можно использовать в местах, где нет розеток. Продолжение следует... Славик, наша героиня хотела комнату в скандинавском стиле. У нас это получилось? Ну еще бы, у меня бы и не получилось. Тогда рассказывай, что тебе для этого понадобилось? Скандинавский стиль сейчас настолько популярен, что, наверное, каждый знает его основные атрибуты. Это обилие натуральных материалов, деревянный пол и белые стены. Я очень рада, что мы не меняли паркет на ламинат. Ремонт удалось сделать гораздо быстрее. Да, было бы странно менять натуральное деревянное покрытие на ламинат. Тем более, он удачно вписывается в общую концепцию этого интерьера. Как и стол нашей хозяйки. Я думаю, ей очень понравится новое зеркало. Да, тем более, он абсолютно скандинавский. Деревянная столешница с белыми элементами. А вот кровать получилась нетипичной. В скандинавском стиле обычно деревянные изголовья, а здесь металлическая. Это довольно популярная сейчас тенденция. И, на мой взгляд, интересная замена уже под надоевшим текстильным и деревянным изголовьем. И главное, что мы использовали типичные для скандинавского стиля цвета. Это зеленый, белый и цвет натурального дерева. Я думаю, что наша героиня поймет, что мы старались сделать то, что она хотела. Классно! Стены белые. Мне кажется, я сейчас расплачусь. Первое, что бросилось, это, конечно же, кровать. Потому что очень давно мечтала, чтобы у меня не было заставлено ни кровать, ни диван, а одна кровать большая, на которой можно будет развалиться. И зеркало. Я всегда мечтала, чтобы можно было совмещать вот и краситься, и вообще супер. Зеркальце вообще супер. Можно будет и краситься, и смотреть. Прямо оно вроде маленькое, компактное, но очень классное. И вот эта вот шиплядочка для мелочей очень здорово. Честно, я даже не верю. Прямо вообще очень здорово. Люстра все так прям светлее. Мне кажется, светлее даже стало. Мне кажется, что это комната с картинкой, а не моя. Ну, очень классно. Стоит и кровать, и стол, а места очень много. Прямо очень здорово. Все поспочится, все посмотреть, все потрогать. Дополнительное освещение, что вечером можно будет почитать книжку, поработать, порисовать. И папа не будет заходить, говорить, что включить свет, потому что у тебя есть портное созрение. Кажется, я попала в какую-то сказку. Классно. И прям вот моя мечта, чтобы было вот карнистель на всю стену. Шторы. Очень просто. Вот как акцент, очень классный, яркий был. Мне очень понравилось. Прям вот все, все, все. Даже не могла и мечтать. Прям лучше сделали. Мне нравится, что все минималистично. Ну, вроде все есть, всего хватает в этой комнате. Она функциональная. Просто вообще очень здорово. Надя, вы три года не могли решиться поклеить обои, выбрать их цвет. Мы сделали это за вас. Как вам результат? Мне очень понравился результат. Мне нравится цвет. Я не захочу его поменять через год или через два. Он будет радовать меня. Мне очень нравится. Спасибо. А как вам зеркальце? Зеркальце я тоже обратила на него внимание. Особенно вот эта вот шухляточка, в которую много в чего влезет. Очень классно. Спасибо большое. Супер. Мы тоже рады. А что скажите о кровати? Кровать – это произведение искусства. Я первое обратила внимание на изголовье. Я потом добавлю туда огоньки. Это прям очень здорово. Мне очень нравится. Класс. А скажите, цвет постельного белья вам тоже понравился? Конечно. Супер. Я рад. Надя, а это подарок от нашего генерального партнера Банка ВТБ Беларусь. Черепаха-копилка. Копите на новую мечту. Спасибо. Для вас у меня тоже есть подарок. Я хочу, чтобы вы продолжали творить. Цвели так же, как эти цветы. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. И это еще не все. От нашего партнера по чистоте компании Redmond мы дарим вам вот этот беспроводной вертикальный пылесос 2 в 1 RVUF360. Поддерживайте чистоту с удовольствием. Спасибо. Обязательно. А мы увидимся с вами в следующую субботу. И помните, не стоит превращать в дело всей жизни то, что можно отремонтировать бесплатно и за 48 часов. И знайте, каким бы ни получился ваш ремонт, ваша мама все равно скажет. Опять не доел? Всю силу на тарелке оставил. Я даже не верю, честно, что это моя комната. Мне кажется, я просто попала куда-то в гости, зашла, и мне скажут, что потом уходить. Редактор субтитров А.Семкин